Всем привет, друзья! Сегодня мы вам покажем, как сделать офицерский выход на турнике. Поехали! Самый главный секрет офицерского выхода в том, чтобы у вас была маленькая задница, иначе у вас просто не получится вынести ее на турник. Чтобы научиться делать офицерский выход, у нас будут два подводящих упражнения. Первое это флажок, и второе будут отжимания в обратном висе. Я покажу вам, как их делать. Первое подводящее упражнение это флажок, как я вам и сказал. Делается он так, то есть вы повысаете на турнике, выходите на вашу сильную руку, поскольку если вы правша, вы будете висеть на правой, если левша, соответственно, на левой, и вам нужно учиться фиксировать себя в этом положении, даже повисеть какое-то время. То есть делать это таким образом. Беретесь таким хватом, если вы правша, и вот таким, если вы левша, чтобы вы выходили прямой рукой на свою сильную руку, подтягивайтесь, выходите в этот, и просто висите какое-то время на одной руке. Вот это главное, научиться провисеть хотя бы секунд 10-20. Когда вы научитесь уже висеть на одной руке, дальше вам будет намного проще, вы должны будете немножечко повернуться, взяться, и все, и только уже выйти останется. Вторым подводящим упражнением к офицерскому выходу будет отжимания в обратном висе. Делать мы их будем таким образом. Нам нужно оказаться в упоре на турнике. Теперь вы просто повисаете вот таким вот хватом обратным, который вы будете потом делать, и делаете отжимания. То есть вы опустились в это положение, подняли, опять спустились в это положение, закинули себя, спустились, закинули себя. И вот такие вот упражнения вы делаете примерно по 5-10 повторений. Ну и тоже делайте через день желательно, чтобы у вас хотя бы день был, чтобы отдохнули мышцы, поскольку в офицерском выходе участвуют практически все мышцы. Сейчас наш дорогой Арча, находясь за камерой, решил, что он сможет сделать офицерский выход, поскольку объяснение было достаточно простое. Посмотрим, сможет ли он. Ух! Как я сказал, самая проблемная часть, это занести задницу. Ну как у тебя ощущения после офицерского? Это жестко, блин, рука выламывается. Ну реально, самое главное, это выйти в флажок и потом перенести вот в левую руку вот сюда, после флажка. Это самое сложное. Ну и самое сложное потом второе, это жопу перенести, потому что если вы качаете жопу в зале, то, блин, фиг вы ее туда затащите вообще. Еще, ребят, не забывайте, что самое основное всегда остается база. Вы должны много подтягиваться и много отжиматься на брусьях и от пола. Тогда у вас будут любые элементы получаться, в принципе, за несколько дней. Вы начнете учить, поймете технику и все будет отлично. Итак, друзья, тренируем офицерский выход. Это довольно просто. Я сделал с первого раза, потому что Санек объяснил. Тут нужно просто занести флажок, потом перекинуть руку. И закинуть задницу. И закинуть задницу. Это самое сложное, конечно, получается, особенно если ты Ким Кардашьян. Сейчас здоровая такая злопа, да? Да. Короче, поэтому подписывайтесь на канал Санька. Будут крутые влоги с Англии. Да. Также снимем вам какого-нибудь контента на канал Арча. Да. И ставьте лайки ему. Пишите, что от меня пришли. Всем пока. Всем пока. Бэм.